Добрый день дорогие мои, я недавно высказывался про экотуризм, а сегодня меня попросили поговорить об агротуризме. Якобы президент дал особое поручение развивать агротуризм и там какая-то группа депутатов, 25 человек что ли, выпустила уже некую такую резолюцию о том, как развивать агротуризм, который выглядит, ну, поменьше-менее странно. Я прочитал, что там высказано и вот мне просит, а вы выскажитесь и расскажите, как видите агротуризм. Я еще раз напоминаю, я профессор Академии Туризма, вот кафедра ЮНЕСКО у нас была, мы занимались гостеприимством и паломничеством, возглавлял эту кафедру митрополит Петерим Нечаев, ну и разработки основной, конечно, Игоря Владимировича Зорина и всех ученых большой буквы туристического направления. И поэтому мы занимались и агротуризм тоже прописывали как форму в том числе реабилитации после болезней и всяких зависимостей. И поэтому первое мое замечание к тому документу, который вышел, это то, что там прописан способ, грубо говоря, или причина и способ доставки туриста к месту назначения. В принципе, туризм так и переводится, что вот доставка потребителя. И вот говорят, надо их туда привезти, потому что там можно получить агропродукт таким образом. И это самая, можно так сказать, незначительная часть туризма, потому что доставить у нас многие могут. Я понимаю, с чем это связано, поскольку президент заговорил о внутреннем туризме именно в плане помощи транспортным организациям. На совещании по транспорту было это высказано, что надо внутренне. Тогда мы можем поддержать все транспортные организации и все остальное. И в этом-то ключе как бы разработали эту программу. Но, еще раз повторяю, туризм – это средство доставки потребителя к продукту, который нельзя доставить ему на дом. Все, что можно доставить на дом, все уже у нас в супермаркетах, находится в электронных магазинах. Все, что можно привезти, можете купить на Озоне, Алиэкспресс и так далее и тому подобное. Поэтому у агротуризма самое главное определить так называемый турпродукт. Это официальное название того, зачем едет потребитель куда-то. Турпродукт. Так вот, у агротуризма турпродукт определён очень слабо у нас в стране. Можно сказать так, практически вообще не определён. Потому что под ним подразумевается, что вот приехали и что? Посмотрели, как здесь капусту сажают? Или поля сеют? Что агрономического? Или сходили на фермы, после которых не захочешь никакого молока пить, я вам честно скажу? Вот. Что подразумевается под агротуризмом в данном случае? И я вас уверяю, что ничего. Потому что сельхозпродукция, она выращивается очень медленно и процесс её выращивания не такой интересный, как бы казалось. И смотреть тут особо нечего и туристы на это смотреть не поедут. Но у нас в агротуризме интересны экологические, исторические, энтографические и, может, даже архитектурные. Вот такие ценности. Быт интересно. Можно бытовые какие-то представлять. Турпродукты. Сейчас очень интересно проживание в местах экологически чистых. И даже, может быть, выращивание самому этих продуктов экологически чистых. Я пытаюсь вот здесь уже месяц найти проживание для людей, которые захотели из Москвы сюда на лето отдохнуть. Не могу. Всё занято. И все даже те, кто в квартирах живут в дома пустые, теперь забирают, покупают или не отдают и сами в них переезжают. Потому что тут огород есть. На огороде и вырастешь что-то, и здоровее станешь и так далее. Это вот агротуризм. Но для туризма-то ведь нужно много всего. Не только же дороги, которые провезли. Гостиницы, места питания. Места в конечном итоге развлечения и просмотра. И участия в этой деятельности. Потому что приехать сюда и просто попользоваться чем-то в том виде, как оно сейчас есть, это практически нереально, неинтересно. У нас когда-то был случай один такой. Значит, меня просит учительница английского языка. Отец Михаил, не могли бы помочь. К нам приехал человек из Канады. Он неделю изучает тут нашу обстановку. И он участвует в программе по сельскому хозяйству и должен написать рекомендацию, как нам его поднять, хотя сам из Канады. Ну вот такая программа. Кто-то денег куда-то кинул. Вызвали эксперта из Канады. Как оказалось, он по 6 тысяч долларов в день получал, кроме проживания за эту экспертизу. То есть за то время, когда он жил, можно было эти деньги вложить и ферму целую построить. Ну деньги были большие, 6 тысяч долларов. Вот. Так вот, мы, говорит, его уже неделю возим, а он, мы, говорит, уже устали, не знаем, чего показывать. А он, говорит, не уезжает. Я говорю, ну давайте я ему тогда вот храмы покажу. И там праздник был, по-моему, Пасха. Троица, наверное. И матушка Георгия служила. Значит, здесь у них был филиал монастыря Святой Язерского в Нижнем Ландихе. И я договорился, что мы привезем его на празднование этого. Ну и там за стол его посадим вместе с монахами. И вот мы его привезли. Я ему хорошенечко показал. Там храмы, там и все остальное. Так мы все-все с ним пообщались. На службе постояли. Вот это все пение хорошее послушали и все остальное. А потом пошли на трапезу. А в монастыри жертвовали хорошо в то время. И особенно продукции, особенно продукции, которые не знаешь куда девать. Вот. Ну, в общем, когда мы сели за длинный стол, и тут монахиня, и я во главе, тут и матушка Георгия, и все остальное, то на столе вот он ломился, как говорится, от русской души. Пироги, салаты, оливье, вот, когор. И матушка говорит, там срок какой-то подходит уже к концу. И мне, говорит, благословили 50 килограмм красной икры. Их нужно срочно съесть, вот на праздник. И вот такие чашки с икрой красной стоят. Вот. Этот канадец сел, с нами трапезничал. Игру стали есть вот так все ложками. А как ее съесть, накладывать? Матушка, съедайте, съедайте, выбросим, съедайте, все. Сроки проходят. Ему тоже такую же чашку. Значит, ну, естественно, когор там хороший, и пели хорошо, и все остальное. В общем, когда я его на следующий день спросил, ну что, какие у вас выводы? Я был заинтересован тоже в сельском туризме, в агротуризме. И у меня программа есть огромная, Родниковое кольцо по Иванову. Я считаю, вот ее выполните. И все, это агротуризм для всей области огромная помощь. На этом кольце можно 20 санаториев экологически чистых построить для поднятия иммунитета. Хорошей водой, хорошей экологией и всем остальным. Прекрасная программа. Ее, кстати, утверждали и на Совете Федерации, и на выставке МИД она как-то заняла первое место. Но меня погнали, значит, и программу нужно погнать. А я ведь не главный в ней идиолог. Там главный Зорин и все остальные. Ее Академия туризма разрабатывала. Вот программа, бери и делай. Все там агро, экология, все остальное и все остальное. Вложено. Но что нужно для того, чтобы она развивалась? А не только дороги. Еще раз повторяю. Места проживания, места потребления, то есть купания, собирания грибов, ягод, слушания соловья и все остальное. Это все должно войти в этот комплекс, чтобы человек приехал хоть дней на 10 или на 15. Это крайний срок, который нужен для какого-то сдвига иммунитета. А лучше месяц, конечно, 2-3 все лето. Но где эти места? Как можно, какой агротуризм сделать, если нет? У нас так никаких гостиниц личные не построили. За 25 лет, как я здесь живу и пытаемся это сделать, ничего не появилось. Кое-что появилось в Палихе, но там тоже это уже недостаточно. И сама программа недостаточно развита, чтобы еще больше что-то построить. И 700 художников живут, ничего не делают. Вот вам агротуризм. Они такую природу могут показать, а не все остальное. То есть нет продукта, под который везти сейчас туриста можно. Он не упакован. Он не приготовлен для потребления. И нет места, где ты живешь, потребляя этот продукт. Нет в селе никаких этих. И поэтому здесь пока пытаются в эту программу войти, но мне кажется, не с того конца. Не с того конца. Еще раз повторяю, надо начинать с определения вот этого потенциала рекреационного, той местности, куда везете. В том числе включается и агропотенциал, то есть продукция сельскохозяйственная, и экопотенциал, и исторический потенциал, и развлекательный. Надо все эти потенциалы включить, и вот тогда имею, у меня таблица есть где-то, не помню там. И по ней можно оценить ценность вот этого объекта, куда везут, или целой программы, если в ней вот этот продукт есть, который нельзя привезти домой. Так канадец и говорит, хорошую я паузу сделал, да? А канадец и говорит, я не знаю, чем вам помогать. Я, говорит, езжу, не вижу ни ферм никаких, ни хозяйств таких, как у нас. То есть у нас все такое, значит, как-то все у вас убого, эти животные содержатся и так далее. Прихожу в дом, все есть. Я, говорит, живу неделю, я уже поправился килограмм на 10, потому что везде застолье, все есть. А это 90-е годы. Голодные. Сейчас-то вообще бы, наверное, он после 2-3 дней упал. Ну, говорит, а то, что я увидел в монастыре у монахов, это, говорит, вообще для меня полный шок. Я никогда не видел просто в таком количестве икры. А чтобы ее еще и так ложками ели, это немыслимо в нашей Канаде никак. Поэтому, говорит, я не знаю, я напишу какие-то рекомендации, причем он и меня попросил, я там писал эти рекомендации, тоже свои оставляли. Но ничего, конечно, не сработало и нигде ничего из этих рекомендаций не получилось. Поэтому потенциал агротуризма, сельского туризма, экотуризма, или, как я теперь ввел новый термин, иммунотуризма, у нас в стране огромный. Огромный. Но мы его не знаем. У нас исследований, и, значит, на эту тему не проводилось давным-давно, уж не говоря о том, что у нас нет маркетологов всего этого хозяйства. Все туристические университеты перешли на выпуск гостеприимства, то есть специалистов по гостиницам, по сервису, по накрыванию столов, по заправлению постелей. А вот эта сфера практически в нулях. В нулях. С нее и нужно начинать. Вот моя такая рекомендация. Если, думаю, будет там расписывать агротурист, то в первый пункт нужно включить изучение потенциала нашего сельско-агрономического, значит, природного и всего остального. А дальше уже способ потребления этого потенциала, этого турпродукта. А уже потом и способ доставки к этому турпродукту. И кого-то самолетами придется к нам вот сюда возить. А здесь будет, я верю, здесь будет огромное получение. У нас лучший в середине России край. И пистяки – самое чистое место в середине России. Ну и Ивановская область, вот эта восточная часть, ее действительно потенциально очень хороша. Очень хороша. Это Волга, это вот окружение. То есть, вот если вы поняли, где-то кто-то в туристических кругах ее потенциал, то я вас уверяю, был бы просто вот гигантский взрыв агротуризма. Все. Спасибо за внимание. Здоровья всем. Радости. Ну и понимание своей окружающей среды. Можете сами для себя вот осознать, что же здесь кому интересно. И сами некие программы такие сделать. Хотя бы для своих ближних, для родственников. Да, кстати, кроме туризма, как-то мы разрабатывали программу «Земляки». У нас наполняется поселок в два раза больше становится жителей летом. Потому что приезжают родственники, земляки, детей сюда бабушкам, дедушкам и так далее. А это что, не программа? Почему бы не поддержать поездку этого ребенка не в лагерь, там деньги ему дать и на что-то истратить, где большим, значит, они гагалом оздоравливаются, а не заложить эти деньги ему на поездку к бабушке или дедушке. Они что, хуже, что ли, его накормят, обслужат и так далее. То есть выбирая лучший отдых у бабушки на деревне, государство его как бы и не видит и не поддерживает этот отдых. Люди должны сами за него платить. А выбирая тот, который придумают и который... Вот так. Вот это еще одно направление. Пожалуйста, агротуризма на деревню к дедушке. Все. Помоги всем Господь. Здоровья, всем радости. Здоровья, всем радости.